Рефат Гафиатулин занимается изготовлением ключей и ремонтом. Фирма, в которой трудится молодой человек, арендует место в одном из крупных торговых центров Самары. Ремесло такое, что и без пандемии спрос был нестабильным, говорит мастер. Поэтому эпоха ковид не оказала особого влияния на количество посетителей. Особой разницы нет. Уменьшился поток, может, процентов на 10, не больше. Ну, опять же, зависит от будней и выходных. Выходные, соответственно, больше, в будни поменьше. А вот рестораты, изменения связанные с ограничительными мерами, почувствовали остро. После двух месяцев полного перерыва в работе, который был этой весной, отрасль до сих пор приходит в себя, говорит Анастасия Гринчик, управляющая одним из самарских ресторанов. Гостей сейчас стало чуть меньше, потому что действительно очень нагнетает обстановка. Гости, видимо, боятся. Но, тем не менее, гости все равно есть. И мы этому очень рады. Конечно, сейчас у всех есть они, потому что гости поток немножко упал, но мы все равно не отчаиваемся. Ждем. Кроме того, на предпринимателях сейчас дополнительная ответственность – обеспечивать необходимую санитарную обработку помещений и следить за всеми мерами безопасности. Санитайзеры, маски и перчатки бизнесмены покупают за свой счет. Однако, часть затрат помогла компенсировать государственное субсидие на приобретение средств индивидуальной защиты. Помощь была единовременной и составила 15 тысяч рублей. Сейчас стало легче в этом плане, делятся предприниматели. Цены на перчатки и маски по сравнению с весенними заметно упали. Так, одноразовая маска по оптовым ценам выйдет от 3 рублей вместо прежних 30. Перчатки медицинские – в среднем 12 рублей. Вот сейчас, на данный момент, предпринимателям для того, чтобы нормально жить, по сути говоря, надо выполнять самые нехитрые правила. Поэтому, если в феврале, в марте, в апреле месяце у нас была проблема, связанная с средствами индивидуальной защиты, то сейчас, на данный момент, такой проблемы нет. Сделается все возможное для того, чтобы торговые точки работали в нормальном режиме в период ковида. Предпринимателям, которые хотят сэкономить на средствах защиты, придется раскошелиться на круглую сумму. Штраф за несоблюдение масочного режима в Самарской области для юридических лиц доходит до 300 тысяч рублей. По решению суда, бизнес могут и вовсе закрыть. Правда, на сегодняшний момент таких прецедентов пока не было, говорят эксперты. Материалы направляются в Роспотребнадзор Самарской области. Для чего? Для того, чтобы составлялись протоколы по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений, которые как раз и предусматривают, в том числе, административное приостановление деятельности. В Роспотребнадзор сейчас по результатам материалов, которые направили администрации внутрегородских районов, составлены протоколы, направлены в суд, но еще ни одного решения не вынесено. Сейчас в Роспотребнадзор направили 48 материалов. За все время действия масочного режима в регионе составили 212 протоколов на сумму 335 тысяч штрафных рублей. Мэри Елчан, Мария Левина, Николай Сидоров. События.